Добро пожаловать на подкаст. Традиционно в конце недели подвожу итоги по нашим стратегиям, по нашей работе в группе и постараемся понять, что нас ждет на новой неделе. Прежде чем мы начнем, дисклеймер. Вся представленная информация в телеграм-канале, в ссылаке или в дискорде не является ни в коем случае институционной рекомендацией или торговой рекомендацией, или трейдовой рекомендацией. И информация представляется исключительно в ознакомительных и самообразовательных, если можно сказать, целях. Пожалуйста, имейте это в виду. Итак, итоги недели. Неделя была очень хорошая, несмотря на то, что все ожидали снижения, рынок подрос и дал нам заработать, несмотря, опять же, на высокую волатильность. Прежде всего, я имею в виду истории с трейдингом, с стратегией Ad Astra, которую мы готовим совместно с канадскими коллегами. И бумаги давали действительно хороший профит. И таких бумаг было немало. Я очень рад, что нам удается выбирать эти бумаги, подбирать их, чтобы заработать на них хорошие цифры. Также хочу отметить, что многие бумаги попали в топы вообще по всему рынку. То есть мы выбрали те бумаги, которые стали лидерами роста всего рынка. То есть, если я не ошибаюсь, три бумаги из топ-5 оказались в топах по приросту. И это колоссальный результат, колоссальная работа, которую мы достигли. И я надеюсь, что мы будем продолжать работать в том же духе, в том же направлении. Вот. Что хочу сказать, призвать, наверное, еще раз всех, кто не успел изучить материалы по работе с ордерами, пожалуйста, ознакомьтесь с ними, чтобы вам было проще и безопаснее с этим работать. Как я уже написал ранее и говорил ранее, предупреждал, чтобы не было сюрпризов, я ограничил стратегии по трейдингу с еженедельных обзоров до одного раза в неделю по той простой причине, что получил много сообщений в личку о том, что сложно соблюдать дисциплину, что сложно закрывать бумаги, которые там в убытке, и люди просто не приспособились пока работать в таком темпе. Поэтому я снизил немного обороты, и обзоры по трейдингу будут теперь раз в неделю. До того момента, пока я не пойму, как я могу разделить участников группы на тех, кто хорошо подготовлен и готов работать дальше на высоких темпах. Именно готов не хочет, а готов, да, готов технически и так далее. Вот, и на тех, кто пока не готов, хотя имеет технически подкованную базу. Ну, или ее тоже не имеет. Вот, поэтому по трейдингу были хорошие результаты, и я надеюсь, что будем дальше сотрудничать и работать по данной стратегии. У нас также были реабалансировки в тактическом портфеле, и мы добавили несколько интересных бумаг, и зафиксировали кое-где доход, чтобы двигаться в нужном направлении с нужными бумагами. Я напомню, что тактика США, она отвечает тем меняющимся трендам, которые происходят на рынке. И, соответственно, здесь мы делаем реабалансировки. Они сейчас очень частые, наверное, раз в неделю, раз в две недели, может. Но очень часто реабалансировки. Раньше они были, наверное, раз в месяц, что ли, раз в два месяца. Вот, сейчас они происходят намного чаще. Также я хочу сказать, что мы запустили опционного робота, который помогает сделать обзор в целом по рынку опционов и по отдельным бумагам. Поэтому пользуйтесь. Инструкция по данному роботу есть в закрепленном сообщении, и вы можете ими пользоваться. Роботы здесь в помощь. По каждому роботу есть инструкция в закрепе. Пользуйтесь им. Они реально очень сильно помогают отслеживать ту или иную динамику. Также мы реорганизовали и восстановили ветку по IPO и SPAC. Спасибо новым авторам, которые согласились и взяли на себя ответственность ввести эту ветку. И я надеюсь, что данное сотрудничество будет долгосрочным. Пятничный дайджест. Также прошу вас присмотреться к нему и провести аудит ваших портфелей. Посмотреть на слабые бумаги, на сильные бумаги, на перспективные бумаги в будущем. Всегда иметь в рукаве бумаги, которые готовы будут к отскоку рынка, чтобы вы понимали, что делать в момент изменения на рынке. Это что касается итогов недели. Давайте перейдем к обзору ситуации на рынке. Здесь история очень интересная. Сейчас я включу указку. Окей, погнали. Посмотрим, о чем говорит рынок. Если помните, я показывал итоги голосования прошлой недели, и все говорили за то, что будет падение. Но рынок продолжил рост. И единственный вывод, который напрашивается, это тот, что несмотря на всю трусливость трейдеров и инвесторов, несмотря на трусливость розницы, рынок карабкается вверх. Он карабкается, мучается, преодолевает вот эту трусливость рынка, но карабкается вверх. И логично напрашивается вывод, что сила рынка, вот такая сила рынка, она ни в коем случае не говорит о его слабости. Наоборот, если рынок карабкается на вот такой трусливости, значит, сила в нем к росту очень много. Просто вот это вот лейтмотив, наверное, последних двух или трех недель. Посмотрите на итоги голосования. Голосуют за падение, рынок растет, падение растет, падение растет. То есть люди выходят каждую неделю с трусливым настроением на рынок, а рынок продолжает расти. И это, конечно, меня это огорчает. Я, например, делал большую ставку на то, что будут хорошие отчеты по банковскому сектору и что он подрастет. Но весь, всю отчетность закосила трусливость, когда вышли отчеты по инфляции, по работе, по занятости, по ковиду, вышли статистики, третьи волны и так далее. И все. Все испугались и все обвалилось. Хотя мы, конечно, потом подросли, я имею в виду рынок, но отдельно бумаги из сектора, просто вот отчетность захлебнулась из-за трусливости. Хотя ничего такого не произошло. Ничего устрашающего не произошло. Но с этим приходится мириться. Итак, слева у нас позапрошлая неделя, которая корректировалась, а справа у нас прошлая неделя, которая очень хорошо выросла. Посмотрите, SPY, QQ, 3%. Просто, знаете, можно, если вот сейчас, я уже об этом говорил, если вернуться в январь текущего года, достаточно было бы просто закрыть любой портфель, любой, это касается новых участников рынка, любой свой портфель, который там новый участник сформировал, можно было бы его закрыть, загрузить индексами широкого рынка и попивать кофе. Ничего не делать, и рынок просто наливал бы, с начала года он дал бы там 20% на все депо. 20% на все депо. Кто заработал 20% на все депо с начала года, ничего не делая, моргните два раза, чтобы я знал. Вот, поэтому индексы пошли в рост. Кто тянул? Хомбилдерс, интернет фэнк, семис, ритейл, крипто, биотехи, салар, металмайнинг, констискришн, констискришн, техи, роботик автомат и металлы. Кто тянул вниз? Китай, голдмайнеры, утилиты и ойл сервис. Ну, энергетика, можно еще сказать. Почему Китай? Я про Китай, по-моему, в декабре написал, что, ребят, все, давайте забудем про Китай. Когда началась история с пропажей этого Джека Ма, мне вообще непонятно его поведение, где он сейчас, почему то, что происходит, как-то он игнорирует, не выйдет, не скажет, что я жив, ребят, все нормально. Но я не вижу каких-то сильных сторон китайского рынка. Я не вижу на Уолл-стрит ребят, кто работает с китайским рынком. И люди просто видят огромные политические риски. И я в декабре еще закрыл все китайское и сказал себе, что я с Китаем работать не буду. И американцы тоже с Китаем не работают. Зачем им это? Нам хватает рыночных рисков, чтобы еще брать на себя вот эти китайские государственные риски. И, как вы знаете, там у них история сейчас с образовательными платформами, которые они хотят перевести из коммерческих в некоммерческие. В общем, там полная каша, которая сильно бьет по рынку. И они сейчас пытаются регулировать и розницу. В общем, если у вас есть китайские бумаги, просто имейте в виду, что помимо рисков рынка вы не себя берете политические риски. Вот просто это вот как черно по белому написано. Это политические риски. Готовы их брать? Окей. Не готовы, лучше не лезть. Инсайдеры и Сити Пэник. Вот инсайдеры, я, наверное, их не отнесу к рознице. Я, наверное, их отнесу к таким смартмани, потому что эти люди знают, что они делают. И обратите внимание, что они спокойно, смарта, да, двигаются по своему коридору, ой, смая, спокойно. И отсюда никуда не выпрыгивают. Их не выплевывает ни вверх, ни вниз. Они идут по своему коридору. Они спокойно делают свои дела. Продают, покупают, неважно, но они спокойно. Сити Пэник и Фория, розница, наоборот, мы очень далеки от спокойствия. Смартмани, дампмани. И так это отражается во всем. Мы сейчас пойдем дальше, я покажу, о чем я говорю. Вот. Fear and Greed Index. Говорит о том, что рынок мега труслив. Окей, в прошлом году, в марте он вообще был на нуле, но тогда и рынок был в другом состоянии. На чем основывается текущая экстремальная трусливость? Неделю назад, previous close. Загадка. Загадка для меня. Загадка для институциональных управляющих, с которыми я работаю. Загадка для канадской команды, с которой я работаю. Огромная загадка. Мы не понимаем, откуда это? Почему народ настолько труслив? И это просто остается просто наблюдать и раздражаться, что ли. Потому что индексы растут, акции из-за трусливости не растут. Едем дальше. Среднесрочные инвесторы. У них оптимизм. Lowest level of optimism in September. То есть у них оптимизм снизился на уровне сентября. И... Ну, не трусливость ли это? Посмотрите, тут ни о каком бычьем настрое вообще не идет речи. Это господа неопределившиеся. И 30 с половиной, и 36... Ну, 30 с половиной, 30 с половиной на... То есть 30.6, 30.6 пополам у медведей и быков. Как тут работать среднесрочно? Никак. Остается, грубо говоря, ну, как я сейчас сделал, да? Загнать большую часть портфеля в индексы и остальную часть утрейдить. Просто брать бумаги, где есть сила движения, и все. А вот делая среднесрочный, долгосрочный портфель на таком рынке, тяжело. Ну, тяжело, потому что посмотрите на их настроение. И вот вы выбрали бумагу, хорошую бумагу, да? Вы с ней работаете, у вас на нее планы, надежды. А рынок, состоящий из этих трусов, тащит вашу стратегию вниз. И, конечно, вы сидите и беситесь. Думаете, что ж такое? Сколько можно-то? Почему бумага, которую я там по всем, по всем показателям выбрал первоклассная, не растет, а падает? Сколько, сколько я буду сидеть, переждать? Конечно, это раздражает. Я писал статью про пилотон, та же самая история. Это люди, которые не разбираются в бизнесе. Я же эту статью опубликовал с точки зрения человека, который занимается стартапами. Да, я как человек из стартапов понимаю, что этот бизнес, он крут, как бизнес. Он крут. И идея очень классная, она растет. Но вот эти люди, которые ничего не понимают, и на хайпе что-то там купили, потом на рисках, что сейчас пандемия закончится, продали, обрушили бумагу, и сейчас она болтается где-то там. Хотя она должна расти, потому что денежные потоки растут. Но нет. Спасибо вот этим трусишкам. От слова трус, а не трусы. Advanced Decline. То же самое. Посмотрите, как мы закрыли неделю. Тут перевес в сторону покупателей в минимальной. Минимальной. Индексы растут. Я могу вернуться на первый слайд и показать индексы растут. А вот эти ребята нет. Put Call Ratio. Тоже, да, который показывает о том, что хеджируются, ребята, или нет. Хеджируются. Посмотрите. Посмотрите на Total. Посмотрите на CBOE, который должен быть ниже одного. Он 1,7. На хаях. Это мартовские показатели вкупе с Wix. Мартовские. Хотя тогда рынок был совсем другим. И это раздражает. Поэтому я говорю, мы, как инвесторы, мы не можем управлять рынком. Можем управлять своим депо, и все. Поэтому приходится, не приходится, а так и нужно. Надо нужно управлять своим депо, мы на рынок никак не повлияем. Посмотрите на волатильность. Волатильность индекса волатильности. Посмотрите, как его стреляет. Это ужасно. Мы не видим еще, чтобы он спокойно сидел на месте пару недель. Нет. Его колбасит. 21, 16, 19, 25, 21, 15, 20, 14. Настроение рынка. Это не настроение рынка. Это просто трусливость. Как-как? Так же нельзя. Это ужасно, честное слово. Это просто... Это неправильно. И, конечно же, Маклилан Summation Index показывает это. Показывает, что RSI ниже 30 уже там Плинтус роет. Что Найси сломал все средние и двигается тоже в землю. Макди какой там ноль. Он от нуля уже уехал там далеко и надолго. Почему? Трусливый рынок. Хотя индексы растут. По-моему, Денис тоже из нашей группы, Денис Малаканов. Он на это тоже обратил внимание в середине недели. Он сказал, ребят, почему рынок растет, а ситуация на рынке падает. Вот я и объясняю, почему. Трусливость. Не могут работать. Трусят. И ужасно. Это неинтересно на таком рынке работать. среднесрочном, когда вы покупаете что-то на месяц, на полгода, год. И тащите всю эту трудсливость в своем портфеле. Оно надо. Это у нас... Да, это у нас итоги текущей недели. Опрос. Слева американские трейдеры, справа российские трейдеры. Но мы видим тоже такую синхронизацию. Мы ставим на рост. 57% американцев ставят на рост индекса S&P. В следующем случае он вырастет. Российские трейдеры тоже ставят почти 60% на то, что будет рост. Окей. Супер. Супер. Давайте такое же поведение, не только настроение, но и поведение. Такое же держать на рынке. А не пинать его, когда хоть какая-то там новость выходит. Вот если бы была возможность отучить всех читать эти новости и реагировать на них так, вот на рынке было бы намного спокойнее. Инвестирование должно быть больше похоже на наблюдение за тем, как сохнет краска или растет трава. Если вы хотите острых ощущений, возьмите 800 баксов и отправляйтесь в Лас-Вегас. Пол Сэмэллисон. Это действительно так. И если речь идет о том, чтобы именно инвестировать, именно про инвестиции, то сейчас тот момент, когда надо взять удочки и отправиться на рыбалку. Где-то до января. И в январе вернуться, просто посмотреть на свои бумаги. Их нельзя трогать сейчас. Потому что сейчас, когда увидите то, что происходит с вашими портфелями, вы думаете, вот я такой плохой, ну вы, да, такой плохой, и вы подобрали плохие бумаги. Нет. Не сомневайтесь в своей стратегии и в своих решениях, которые вы приняли там три и полгода месяца назад, там, неважно. Если вы на чем-то основывались и принимали какое-то решение, просто вспомните его. Если вы забываете, записывайте такие вещи. И не надо сейчас чекрыжить свой портфель, потому что рынок там показывает слабость. Не нужно этого делать. Забудьте о нем на какое-то время. Рынок придет в себя. Вот эта трусость пройдет, и он придет в себя. У трейдеров ситуация другая. У трейдеров вот эти вот ребята, которые берут 800 баксов и идут в Вегас. Да, потому что волатильность огромная, доход тоже огромный, успевая только риски ограничивать. Вот, вот о чем речь. А вот инвесторам вам, ребят, действительно сейчас на рынке делать совсем нечего. Вам надо идти на рыбалку. Лето проводить, красивую осень, готовиться к Новому году и так далее. Но все остальное, эта волатильность вам вообще не нужна. Геймплан. На следующую неделю будет строиться на отчетах. И здесь очень много сильных бумаг, много техов. Посмотрим, как они будут тащить рынок. Посмотрим на реакцию этих трусливых ребят на эти отчеты. Я надеюсь, что хотя бы здесь они не захлебнут отчеты. Потому что отчеты будут хорошими. И уже начался вот этот реопен. И экономики потихоньку ощущают на себе рост потребления. Это видно по росту инфляции. Будем надеяться, что рынок покажет рост. Какой геймплан у меня? Я буду работать по стратегии Ad Astra. По Swing Trade. По стратегии Ad Astra Swing Trade. Я пока работать не буду. Пока придержу ее. До осени, наверное. Также буду работать по уровням. По стратегии, которые у нас публикуются в Дискорде Ольгой. Я по-прежнему 80% денег держу в кэше. Пока ничего не трогаю. И по-прежнему у меня большая часть портфеля в ETF. Вот такая стратегия. Возможно, вот эта цифра изменится. Я пока думаю, завтра я еще подумаю, пообщаюсь с коллегами. У нас завтра будет ночная зоом-конференция. Там уже будет принято решение. На этом все. Держитесь верного курса. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok